Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в сотню детей, и прошлая серия была, наверное, одной из самых безумных в этом проекте. Очень надеюсь, что это будет трошки лайтовей, потому что, мне кажется, у нашей Скарлетт скоро нервы начнут сдавать. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит в доме. Давайте посмотрим, что нужно поубирать, повыбрасывать, и я уже вижу, что у нас тут есть какая-то лужа. Нужно будет сейчас ее срочно протереть. Привет, малыш Лем! Ребята, 75-й малыш! В каждой серии у меня спрашивают, Даш, сколько малышей? Уже у нас 75-й малыш Лем. И, кстати, по календарю, оказывается, у него сегодня день рождения. А, по-моему, еще сегодня день рождения у нашей малышки. И, по-моему, сегодня день рождения у кого-то из старших. Ребят, мы сейчас с вами посмотрим. Значит, у нас появилась еще одна стиралка и еще одна сушилка, потому что, вы же знаете, у нас огромное количество одежды. Кстати, огромное количество одежды. Эм, грязный горшок, много одежды. Ребят, нужно будет сегодня постараться поубирать. Я не знаю, как мы с вами это сделаем, но я надеюсь, что мы это с вами сделаем. О, привет! Приветик-пирожочек, здравствуйте! И тебе приветик. По-моему, у него сегодня день рождения, но я могу ошибаться. Движемся дальше. О, ребята, пустая мусорная корзина. Привет! Ладно, привет у нас не прокатит. Здесь у нас вроде как все работает, или игра мне сейчас подкинет сюрприз. Я такая нажимаю play, и все, добрый вечер. У нас тут будут потоки воды. Я смотрю, что кто-то сломал этот несчастный проигрыватель. Ребят, постоянно они его ломают. Зачем? Не знаю. Может быть, им музыка не нравится. И они его швыряют об стенку. Но это было бы как-то дуже cruel. Поэтому я надеюсь, что они так не делают. О, еще у нас какая-то странная жижа. Что это, ребят? Это что такое? Ладно, мы не будем рассматривать, что там такое. Я надеюсь, что никто сейчас не кушал вот в этот момент, когда я вам показываю эти грязные тарелки. А если вы кушаете, то смачного. И, кстати, у нас тут еще куча грязных и сломанных проектов. В общем, короче, нужно сегодня поубирать. И, кстати, у нас еще проблема. Ну, еще грязная посуда. Еще одна проблема. У нас некоторые растения, к сожалению, Добрый вечер, у нас они пропали. Как вы помните, наша Скарлетт действительно просто не успевала в прошлых сериях вообще со всем вот этим всем справляться. Ну и понятное дело, что нам нужно будет сегодня все-таки что-то посадить. И вообще, у нас сегодня, раз будут дни рождения у подростков, то нужно им понятное дело, что подготовить домик. А на домик мы с вами сколько выделяем? Понятное дело, что базовую, Добрый вечер, базовую сумму 20 тысяч. А у нас всего лишь сейчас 21 тысяча, поэтому нам с вами нужно срочно. Ну, почему этот домик сломан? Ладно, ребят, мне просто очень страшно возвращаться в игру, потому что я вижу, что Скарлетт сейчас отрубится. Я надеюсь, что мы сможем сейчас попросить, наверное, Стивена. Да, мы уже ни о чем не попросим. Видите, вот у Карла день рождения, вот-вот будет. Давайте мы попросим Стивена отправиться спать. Как думаете, он отключится до того, как он поднимется на второй этаж или же нет? О, смотрите, Лорен вроде бы по настроению соу-соу, то есть мы ее сейчас отправим в туалет, потом она пойдет и кушает шматочек пирога. И потом... Может быть, она нам поможет с уборкой, пожалуйста. Давайте посмотрим, как дела у Аларика. А тебе вообще тут как? Нормально? Нормально спиться? Нет, ну хочешь поспать тут, мы же, в принципе, не против. Он собирается. Не нравится, он сейчас решил отдохнуть, а потом такой, блин, проснется. Наверное, мне стоит сделать домашнее задание, я тут поспал в парке. А кто это у нас такой? А мы знаем, кто это такой. Это Рос, ребята. Мы с вами знаем Рос. Это Рос, и это не Рос, Гейлер. Ладно, движемся дальше. Что-то у нас с вами сегодня как-то... Да, и тут с бодростью тоже беда. Что-то у нас сегодня тут куча дел намечается, ребят. Давайте мы отправим тогда отдыхать. И как дела у Карла? Карла тоже хочет спать. Окей. Давайте мы сейчас всех будем отправлять отдыхать, высыпаться. Пожалуйста, отправляйся спать. Только уложи малыша. Я тебя прошу. Посадить сюда. Давай-ка ты посади и включи. Не надо улучшать. Не надо ничего делать. Просто включи колыбельную. Тише, малыш. Тише, малыш, и ложись сама спать. Достигнут рубежа. Лебед. Прекрасно. Кстати, давайте вернемся с вами в календарь. У нас, между прочим, как вы помните, гость. Я что-то совсем забыла обратить на него внимание. У нас сейчас живет Рикки Майерс. Почти как Рикки Мартин, только Рикки Майерс. Значит, он у нас еще живет один день. У нас есть целый день, чтобы... Ну вы поняли, что с ним сделать. А, кстати, в следующий четверг у нашей Скарли тоже хэппи-берсты будет. Отправляйся спать. Отправляйся, сказала. Отправляйся. Если ты сейчас тут отрубишься, я расстроюсь. Значит, наша Лорен наконец-то пошла в туалет. Я уже думаю, она там решила остаться в спальне. Давайте мы поднимем это и это. Так, прекрасно. Помой, пожалуйста, ручки. Я собираю всю грязную одежду, потому что она у нас, видите, везде здесь валяется. Это, конечно, соу-соу выглядит. Так, пошли вниз. Пойди покушай, я тебя прошу. Пойди покушай. Ложись спать. Я чуть сама не уснула. Ладно, все, давайте делать дела, потому что у нас действительно дел куча. И нам нужно с ними как-то справиться. Ребята, это что? Ну вы что? Издеваетесь? Мало того, что у нас тут все грязное, так еще у нас... Ну, понятное дело, что раковина сломалась. Давайте мы попросим ее починить. Потом очистить. Ну и, в принципе, смотрите, настроение у нее действительно неплохое, поэтому давайте заниматься делами. Значит, это тоже надо починить. Потом нужно, наверное, вот это вот все, блин, повыбрасывать, убрать все погибшие растения. И желательно, конечно, наверное, все пополивать. Потом мы с вами попросим нашу Скарли, ты не спишь? Почему ты не спишь? Отправляйся спать, сказала. Почему тут включена эта колонка? Кто включил колонку? Вот просишь, просишь. Не вк... Иди спать. Нет, он стал, знаете, такой... Эх, я устал. Эх, когда же я пойду спать? Вот прямо сейчас берешь и идешь и ложишься спать. Лорен, ты моя умничка. Ты нам сейчас поможешь. Я же знаю, что ты поможешь. Так, выбрасываем тарелку. Мне нравится. Выбросили одну тарелку, а тут уже куча всякого странного мусора. Ладно. Окей. Не обращаем на него внимания. Блин, сегодня вторник, ребят. Сегодня вторник. А все должны здесь домашние... Куда ты идешь? Ложись, пожалуйста, спать. Хорошая моя. Спи, пожалуйста. Мне так нравится ее пижама. Я тоже хочу с цыплятами пижаму. Ладно. Отдыхай пока, моя хорошая. Лорен. Лорен, Лорен должна, наверное, будет переодеть малыша. Но я боюсь, что... Франклин... Все, он уснул. Я только хотела сказать, что он сейчас уснет. И я думаю, вряд ли стоит его будить. Значит, что у нас на улице? Помимо вот этого вот грязного, картонного чего-то там, мы с вами вроде все проекты закончили. Давайте мы, наверное, куда-то их перенесем. Ну, 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 зачем так делать? Не надо так делать. Давайте мы вот этот вот проект попробуем поднять, наверное, на второй этаж. Ой, да ладно! Ты нормальный! Я только хотела его похвалить, сказать, умничка! Ты решил поубирать? Нет, он взял и бросил. Знаете, я себе действительно это представляю, как вот он идет, идет, такой бросает на пол. Не хочу! Все, не буду я этим заниматься. Скорее всего, конечно, не так, но... Мы же с вами можем фантазию подключить. Малыша, наверное, нужно покормить, успокоить, и потом дальше отправлять спать. Вы же помните, в прошлой серии Скарлетт вообще не могла... Да ладно! Уже заняться в ухусы? Окей! Окей, давайте проверим. Давайте проверим, согласится он или нет. Оставь, пожалуйста, этот пирожок. Что-то он какой-то грустный. Тебе не нравится пирожок? А наша Скарлетт, между прочим, старалась. Умничка ты, моя хорошая. Кстати, может быть, она станет сегодня... Отличницей. Ты механику... Ну, кстати, может быть, и прокачаешь. Так, ты это все починила. Значит, ты пойдешь сейчас поливать. Ну, почему? Нельзя было выбросить. Ребята, он согласился! Прикиньте, согласился. Я-то думала, что он сейчас скажет. Нет, я еще не готов. Я так понимаю, что у нашей Скарлетт такой шарм, что, в принципе, она может любого приворожить. Мы же с вами знаем, что наша Скарлетт very, very hot girl. О, ты куда пошла? Лорен, а зачем ты туда пошла? Не надо туда идти. Давай мы с тобой просто сами все повыбрасываем. В смысле, а почему я не могу сюда выбросить? А что это такое? Ладно, выброшу сюда. А почему я туда не могу? Ладненько, иди тогда просто поливай. Не надо заходить в спальню. Не надо так делать. Все, молодец. Давайте глянем, как дела у наших ребят. Может быть, мы кого-то можем разбудить? О, Аларик. Блин, у него начинает расти ярость, ребят. У Аларика начинает расти ярость, и все. И он у нас, оказывается, кстати, большой злой волк, и у него склонность к восторгу. Мне вот так нравится этот пункт. Склонность к восторгу. А ты не хочешь все-таки действительно сделать домашнее задание? Нет, не хочешь. Ну ладно. Может быть, ты тогда проектом хочешь занять? Слушайте, у него уже второе из трех домашнее задание не сделано. Логика. Может быть, его отправить? А у нас тут же где-то был телескоп? Да. Давайте мы его... А, ну да, Даша, идет дождь, и у нее настроение такое себе. Слушай, иди, наверное, домой. Иди, пожалуйста, сюда. А мы, кстати, с вами, наверное, сейчас с Карлетт отправим сделать тест. Или пока не будем. Давайте мы пока не будем ее отправлять делать тест. Я хочу посмотреть, как дела у Лорена. Она поливает. Все, молодец. Ты моя умничка. Я хочу попросить ее, наверное, знаете, что сделать? Прокачать механику. Механику, механику, механику. Улучшить. Ты, кстати, ничего не можешь? Нет. Может быть, здесь ты что-то можешь улучшить? У тебя же всякие детальки есть. Улучшить. О! Прочные экраны. Ну, наконец-то. Франклин, видите, скоро будет отмечать. Опять ты пришел к холодильнику. Да почему они постоянно стоят у холодильников? Они что, реально их охраняют? Я вот не могу понять. Он решил... Пожалуйста, займись стиркой. Пожалуйста, займись стиркой. О! Ты мой молодец! Я тебя буду чаще в гости приглашать. Дуже дякую. Так, надо вот это тоже вообще-то попротирать. Ладно. Не хочешь, не протирай. Я тебя уговаривать не буду. Как у тебя делишки, ребята? У него проблемы. Понимаете, у него беда с досугом. Может быть, мы его все-таки отправим? Он не хочет играть. Он играть не хочет. Давайте мы его попросим поиграть тогда с Бубалусом. Дай, Смаколык, поиграй. Может быть, Бубалус на него не так будет в плане досуга влиять. Все, ты все сделала? Ты моя хорошая. Ты молодец. Вообще-то, можно было бы здесь не поливать, потому что у нас тут как бы улучшенная система. Ну, окей, ладно. Так, потом я хочу тебя попросить все-таки, чтобы ты улучшила вот этот вот кран. И может быть, у нее уже будет механика третьего левела. Это было бы, конечно, супер-пупер круто. Так, не будем подсматривать за Рики, он у нас пошел принимать душ. Все, тебе уже получше? Нет, что ты идешь делать? Да, посмотри на картину. Тебе понравится картина. Очень красивая. Смотри, какие бабочки. Просто супер-пупер. Ему бабочки не нравятся, ребят. Ему не нравятся бабочки. Хорошо, тогда посмотри на фотографии. Смотри, какие красивые фотки. Очень красивые. Тебе они тоже понравятся. Я слышу, что, по-моему, плачет малыш. Что случилось? Надо плюшки поменять. Бегом, другой вариант. Уходь за младенцем, быстрее. Давай, меняй пеленки. Все. Фух, ребят. Ну, пока что, вроде бы, мы успеваем. У нас тут, правда, вот эта вот лужа-колюжа. Надо ее тоже сейчас попротирать. Что-то у него, по-моему, ярость еще больше растет. О, он игривый. Да, это плохо. Это плохо, ребят, что он игривый. Ну, шо поробашь. Придется его сейчас отправлять вот сюда играть в шахматы, потому что иначе никак. Рики, ты идешь нам помогать? Пожалуйста. Пожалуйста, помоги со стиркой, помоги с горшком. Ты поможешь нам же, правильно, правильно. Значит, я думаю, что пока что мы Франклина будить не будем. Давайте мы, наверное, блин, отправим ее опять отдыхать. Нет. Я хотела попросить ее сделать букетик, но нет, пока не будем. Вы собираетесь вместе играть, да? А давай ты все-таки пойдешь экран починишь. Я тебя прошу. Прочные экраны. Точнее, улучшишь. Играй. Сейчас он станет яростным. Хотя, может быть, и не станет. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы он прокачался все-таки до третьего левела. Ребят, я просто смотрю за яростью, я смотрю за его прокачкой. Ну, видите, ярость растет. Как думаете, кто быстрее вырастет? Ярость или его прокачка быстрее? Давай. Давай, 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 давай. Давай. Трошечки осталось. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, 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 давай. Третий уровень у Лорен. Молодец, ты моя хорошая. Ребята, она справилась. Она прокачалась, но она не сделала домашнее задание. Поэтому, может быть, у нее станет отличницей, а может быть и нет. Так, кстати, ребят, Стивен же стал отличником. Почему мы до сих пор не сделали ему тортик? Давайте попросим нашу Скарлетт. Может быть, правда, мы ее не будем просить, потому что у нас вроде как тортик был. Или они уже все съели. О, тортик. Бимба. Давайте мы тогда нашего Стивена сейчас сделаем... Просыпаемся. Молодым персонажем. Добавляем свечи. Не трогай торт! Ребят, он протирает пол. Вы посмотрите, какой мужчина. Золото, а не мужчина! Это Скарб! Вы понимаете, как он нам помогает? Ты куда не трогай торт. Вот, молодец. Мы с вами... Значит, сейчас Стивена должны сделать старш, потому что он же отправится на занятия. Нам это с вами сейчас не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а ты можешь себя как-то сейчас в порядок привести? Ну, например, вылизывать себя? Ага. Мне кажется, что идея хорошая, правильно? Все, Стивен становится старше. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Давайте проверим. Отличник. Все. Загадывай желание. Да тут же почти чисто, Рикки, постарался поубирать. Я тебя прошу. Он еще и в туалет хочет, ребят. Он еще и хочет в туалет. Сейчас мы тебя отправим в туалет, только сначала, пожалуйста, загадай желание. Хорошее желание, такое самое топовое. Ура! Отмечаем день рождения. Надеюсь, что этот тортик не испортится сейчас. Не получилось, жалко. А вот сейчас получилось. Прекрасно. А где Рикки? А сейчас я на тортик не прибежал. Он же у нас всегда прибегает на тортик. Ребята, все плачут. Чего? Чего? Это что у нас происходит? Хорошая моя, может, ты мне поможешь? И ты тоже сейчас пойдешь кушать тортик. Так, малыш плачет. Малыш плачет. Мы сейчас попросим, наверное, уход кормить. Давай бегом. Нет, вы понимаете, они пошли. А, они пошли отсюда, потому что сейчас же, вы же понимаете, Лорен не зайдет сюда. А ты мой хороший. Стивен взрослеет. Прекрасно. Значит, он у нас творец. Он у нас дитя океана. И рандом говорит, что он у нас еще bad natured. Ух ты, как интересно. Тогда мы с вами выберем для него жизненную. Слушайте. Он у нас обычный персонаж. То есть, я имею в виду, он у нас не оборотень, не русал. Тритон, в смысле. Давайте, может быть, мы его тогда... Но он любит море. Может быть, мы его отправим на острова Сулани? Как думаете? Тогда я предлагаю выбрать ему, может быть, природу. И он у нас, допустим, рыбалку любит. Мы ему можем маленькую такую вот рыбачью хатку построить. И смотреться будет очень даже неплохо. Почетный выпускник! Молодец! Так, стоять! Тихо! Я уже запуталась, кто куда. Значит, наш Стивен должен переехать. Мы ему сейчас выделим... Сколько мы ему выделим? Ну, 20 тысяч. И на островах Сулани нужно ему построить какой-нибудь симпатичный домик. Ребят, хотите удивиться? Заглянула я на острова Сулани. Смотрю, у нас тут все участки заняты. Поэтому, скорее всего, мы Стивена, может быть, поселим в Тартозе. Но я сейчас еще проверю, что там по участкам. Значит, я пробежалась, посмотрела, кто у нас тут живет. И, оказывается, Бернард вместе со своей возлюбленной и с четырьмя кошками живет на вот этом вот острове. Вы представляете? А я еще думала, где же они живут. Смотрела их по карте, нигде не видела. А они, оказывается, живут именно здесь. Слушайте, ребят, так у нас почти все участки на картах заняты. Я для Стивена выбрала вот такой вот домик в Коппердейле. Я добавила кое-какую мебель. И у него осталось, по-моему, где-то 60 миллионов. Давайте посмотрим, как выглядит его домик. Он, конечно, полупустой. Но я надеюсь, что со временем мы сможем здесь добавить еще какую-то мебель. Значит, здесь у нас прихожая-гостиная. Здесь у нас находится кухня. Поднимаемся на второй этаж аккуратно. И здесь у нас вот такая вот спальня. Кстати, вы же помните, у Стивена есть девушка. И я надеюсь, что со временем она к нему переедет. Ну, а здесь у нас понятное дело, что находится ванная комната. Ну что, ребят, давайте будем возвращаться к нашей Скарлетт. Ведь сегодня нас с вами ждет еще день рождения. А еще мы с вами узнаем, беременна Скарлетт или жене. Попробуйте угадать, кто не пошел в школу и решил, что нужно поцарапать кровать нашей Скарлетт. Правильный ответ. Аларик прямо перед отправлением в школу он решил, что нужно превратиться в страшного и ужасного волка. И теперь у нас царапанная кровать, ребят. Теперь надо вот эти вот все царапины исправлять. А ты чего стоишь и смотришь? Помоги мне, пожалуйста, у нас тут детишки плачут. Они голодны, у нас тут куча всякой грязи. Ребята, у нас опять проблемы. Ты еще голодная. Поешь, пожалуйста, у нас же хоть что-нибудь есть. Пожалуйста, поешь. Хотя нет, сначала займись малышом. Ты должна, ты должна, ты должна сменить подгузник Франклину. И ты должен отправиться на занятия. Отправляйся, пожалуйста. Аларик прогуливает. Если он прогуляет слишком много дней, то это скажется на его оценках. Я же просила его отправиться. Ладно, пойди там покопайся. Порой землю тут, порой землю тут. И еще ты тут можешь порыть землю. И можешь просто метку территории сделать. Так, возвращаемся к Скарлетт. Пожалуйста, поменяй подгузник. Развернись. Поменяй подгузник Франклину. Да я же не тебя просила метку территории делать. Ну куда ты идешь? Ну зачем, ребята? Она меня не слушает. Она меня не слушает. Барбекю. Прекрасно, у нас завтра барбекю. Малышка хочет в туалет. Ты же сама сможешь, да? Попробовать сходить. Ты моя хорошая, Карла, молодец. Давай, 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 давай. Отправляйся. Нужно, ребята, здесь все почистить. Ты идешь домой? Давай быстрее. Потому что у меня сейчас, по-моему, этот еще решил тут поджиматься. Ребята, он точно. Он точно охраняет холодильник. Я вам вот сто процентов говорю. Он решил, что ему нужно охранять холодильник. Это его самая главная миссия. Проходи, пожалуйста. Я тебя прошу. Поменяй подгузник. Давайте мы посмотрим, у кого сегодня день рождения. Значит, сегодня день рождения у Лима и день рождения у Карла. Это просто восхитительно. Хорошая моя. Сходи, пожалуйста, в туалет. Затем ты пойдешь спать. Ну, почему меня никто не слушает? Ходи, пожалуйста, на горшок. Быстрее, 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 пожалуйста. Я тебя прошу. Скарлетт, ты что делаешь? Она опять думает об оборотне. Да что ж такое? Да это просто издевательство. Ты малышу можешь поменять? Ты должна, наверное, вообще его искупать пойти. Ребята, я не знаю, что делать. Все. Больше никаких романов с оборотнями. Вы понимаете, что у нас сплошные проблемы? Что ты хочешь сделать? Что-то мерзкое? Ты вообще нормальный. Ты вообще нормальный такое говорить? Так, а ну пошел делать метку территории. Давай вот сюда. Рыть землю. Метка территории. Рыть землю. Иди вон бабочек полови. Это просто какой-то ужас, ребят. Это просто какой-то кошмар. Это просто самый настоящий кошмар у нас тут происходит. Смотрите, тут грязь. Там грязь. Царапанная кровать. Ну, куда ты побежала, ребят? Она не хочет купать малыша. А где вообще малыш? Малыш тут лежит. Нет, ну это все. Это просто, вот я не знаю. Значит, что мы с вами сейчас сделаем? Мы сейчас с вами. Тут у нас закрыто. Давайте вот эту дверь запереть для... Для, 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 для... Для всех. Нет, не будем для всех, кроме членов семьи. Мне кажется, что мы должны сделать вот так. Значит, запереть... А мы не можем запереть, ребят. А мы не можем. Так, заходите. Я хочу для всех сейчас запереть. Оставьте этого оборотня. Искупай, пожалуйста, малыша. Я тебя прошу. Заняться в уху с реки не надо так делать. Я тебя прошу. Просто искупай Франклина. Я уже запуталась, кого мы должны купать. Франклина, пожалуйста. Как дела у Карлы? Карла пошла в туалет, но... Я так понимаю, что мы с вами не успели, скорее всего. Да? Мы не успели. Все? Он встал обратно. Отправляйся на занятия. Все. Быстро отправляйся в школу. Я сейчас буду ругаться. Я сейчас буду ругаться. Ой, ругаться буду, кто прогуливает у нас. Ребята, это просто что-то с чем-то. Нам почта доставлена. Ребята, скажите мне, пожалуйста, когда мы сегодня сможем букетики сделать? I have a question. Когда нам делать букетики? Я не понимаю, когда мы с вами будем делать букетики. Все, не надо с ним разговаривать. Не разговаривай с этим дядей, пожалуйста, поешь. Фрукт питай и съешь, пожалуйста. Хотя мне всегда кажется, что это не питая-питахая. А может, и не питахая. Пита. Пита чего-то там. Короче, не важно. Ложись спать. Все, ребят. Малышка покушала. Теперь ей нужно ложиться. Скарлетт. Ты мне что скажешь? По-моему, она беременна. А я не уверена, но по-моему, она беременна. Вы понимаете, что у нас почему-то игра стала гораздо сложнее? Она стала просто какой-то мега-хардкорной, понимаете? У нас вроде все раньше было как-то лайтовенько. Мы со всем справлялись. Не, нифигашеньки. Все. Хорошие времена закончились. Теперь начинается самый настоящий хардкор. Так. Дорогая моя, ты искупала малыша? Все в порядке? Да. Ты искупала. Все, заканчиваем купаться. Я тебя прошу. Положи, пожалуйста, вот сюда малыша. Посади сюда Франклина. Потом ты должна сходить в туалет. Или, может быть, давайте мы ее попросим сразу же тест сделать. Сделай, пожалуйста, тест. Почему ты так сделала? Почему ты так сделала? Не трогай, малышку. Никого не трогай. Ладно, пойди сделай тест. Потом ты. О, нет, нет, нет. Ребята, у нас еще проблемы. Экзаменационный день. А Ларик знает, что у него сидят два экзамена. Так вот, почему он не хотел идти на занятия. У него сегодня экзамены. Он хотел прикинуться, сказать, что я плохо себя чувствую. Я превращаюсь в тром, что вы волка. Я не хочу идти на экзамены. Давайте мы попросим к двум экзаменам его подготовиться. У нас все отключили. Рост продуктивности. Прекрасно. Так, нужно малышку уложить. Ребята, она беременна. Добрый вечер. Все. Все. Ребят, начинается еще более веселые деньки. Уложи, пожалуйста, спать. А ты чего проснулась, моя хорошая? Ты должна ложиться спать. Пожалуйста, ложись. Скарлетт, нам нужны букетики. Ребята, где взять деньги? Нет, я, конечно, знаю, что у нас есть запасы. И, скорее всего, мы сейчас с вами воспользуемся нашими запасами. Но... Подождите, она же пере... Подождите, переодевала и купала. А еще я кое-что вижу интересное на голове у малыша. Или у меня уже глюки, шмуки. Но, по-моему, я вижу... Так, подождите. Есть подгузник. У него пенка осталась на голове. Смотрите, какая милота. Так должно быть или нет? Ребята, почему у малыша пенка на голове? А так действительно должно быть? Или у меня что-то уже с игрой? Правильно. У нас будет вообще левитирующий малыш. А почему у него пенка? Пожалуйста, переодень малыша. Я тебя прошу. Пожалуйста, переодень. Ребята, это не просто хардкор. Это что-то с чем-то. Это хардкорный хардкор. Я вижу, что Лен тоже плачет. Рики, помоги нам. Рики. Рики, пожалуйста, ты тоже вонючка? У нас еще... Ребята, у нас с Бубалусом проблема. Ну, это просто какой-то ужас. А ты не хочешь починить эту раковину? Ну, ладно. Ладно. Спокойно, Даша. Спокойно. Уложи малыша спать. Потом я тебя прошу уход. Покорми. Покорми, пожалуйста, малыш. Я вижу, что ты хочешь спать. Are you serious? 256. Включи, пожалуйста, колыбель. Спи, моя радость, усни. Я помню, в детстве мы переделали спи, моя радость, усни на спи, моя гадость, усни. И там что-то, я помню, какие-то трупы плывут, еще что-то. Мы любили всякие ужастики в детстве, поэтому ничего удивительного. Ребятки. Нам нужно, знаете, сколько? Давайте сейчас поржем. Нам с вами нужно заплатить 22 тысячи. 22 тысячи. Где мне взять такие деньги? 22 тысячи. Я не знаю, где я их возьму. Нет, я знаю. Я их смогу взять из букетика. Ну, в смысле, из букетиков. Просыпайся, моя хорошая. Нужно, нужно, нет, не утихомирить. Ребята. Так, уже наши детишки вернулись. Стоп, я запуталась. Что я хотела сделать? Я хотела. Так, возвращаемся. Нужно, нет, это все не нужно. Давайте суперэффективный уход. Давайте посмотрим, как у нас там с успеваемостью у ребят. Хорошистка, хорошист, хорошистка. Так, никаких у нас сегодня дней рождений у старшеньких. Я предлагаю сразу же отправить отдыхать. Ложись, пожалуйста, спать раз. Ты, ты, ты тоже ложись спать. Вот просто ложись спать. И ты, моя хорошая, должна сходить принять в ванну, потом в туалет. И потом, может быть, мы тебя отправим отдыхать. А может быть, ты нам все-таки поможешь. Давай, пожалуйста, отправляйся. Займись малышом. Все, молодец, молодец, молодец. Давай, ложись спать. Какие черви тут нет, червей? Ребята, у нас просто огромные проблемы. У нас просто гигантские проблемы со всеми. Кто тебе уже звонит? Сара. Вы, Ричард, теперь друзья. С какого параляку мы уже друзья? Я не помню, когда мы вообще с ним последний раз общались. Ну ладно, мы друзья, окей. Знаете, я просто смотрю на вот эту ванную комнату. Я просто в шоке от того, что я вижу. У нас тут и грязные детские горшки. У нас тут и протекает раковина. И куча лужей, грязная одежда. Рики. А где Рики? Рики? Рики, where are you? А он тут ходит, просто гуляет, понимаете? Он просто ходит, гуляет. Ходит и гуляет. Хорошая моя, все, ты уже приняла ванну. Значит, мы сейчас, наверное, ее попросим. Наверное, мы ее попросим. Все-таки, а можно включить вот этот вот пылесос? А почему нельзя? Ну и что, что электричество отключено? Этот пылесос же беспроводной. Я хочу куда-то деть вот эту вот... О, моделька здесь будет стоять, а то она как-то прямо в центре. Ну ладно, нужно электричество, так нужно. Значит, хорошая моя, давай мы тебя попросим, чтобы ты, чтобы ты, чтобы ты, чтобы ты, чтобы ты, чтобы ты. Слушайте, а может быть нам купить обычный пылесос? Ну правда, 797 миллионов. Цетокес убери, убери, помой. Какой у нас тут кошмар творится. Ну, между прочим, мы с вами как-то, знаете, провтыкали. Наша Скарлетт беременна. И я предлагаю вам предположить, кто же у нее родится. Мы с вами сейчас должны... Я только хотела сказать, он умничка сейчас починит эту раковину, но нет. Мы, наверное, попросим сейчас Лиллиан, чтобы она починила раковину. Зачем ты вытираешь? Знаете, вот я смотрю на Рики, у нас как бы прорвало трубу. Вместо того, чтобы сначала починить... Вот смотрите, сейчас опять новая лужина течет. Рики, ну вот ты меня просто вот удивляешь. Ну вот трошки удивляешь. Ну ты же понимаешь, что сначала надо починить... Кстати, он, по-моему, один горшок почистил. Ладно, окей. Мы не будем с вами дуться на Рики, потому что вы же понимаете, у нас тут действительно проблемы огромное количество. Нам хоть кто-то помогает. Пойди, прими душ. Скарлетт. Поздравляю с прибавлением. Кто такой Зак? Я не помню, кто такой Зак. У нас, кажется, есть какой-то друг по имени Зак. Ну окей, есть и есть. Так, возвращаемся к Лиллиан. Ребят, Лиллиан уже хочет спать. Все. Начинается. Лиллиан хочет спать. Она решила, что в холодильник она не полезет. Ну его нафиг этот зеленый дымочек. Не хочу ничего трогать. Молодец ты, моя хорошая умничка. Ты моя просто молодец. Так, это ты почини. Потом ты быстро почисти. Потом надо вот это вот все протереть. Я хочу посмотреть, как делала Ларика. Ну, кстати, между прочим... Нет, я его будить не буду. Нет, я его не буду будить. К нам кто-то в гости. Ричард в восторге. Стоять! Зякого переляка он к нам пришел сейчас в гости. Я помню, что Ричард это чей-то ухажер, по-моему. Или нет? Или да? И, по-моему, не наши, Скарли. А ну давайте проверим. А ну давайте проверим. Мне так нравятся вот эти симы, которые приходят. Смотрите, Скарли тебе спит. А он такой, как маньячел, а пришел и встал над ее кроватью. Какой-то был ужастик, где вот эти вот монстры, они вылазили из какого-то шкафа, становились над, там, главным героем или героиней и пугали по ночам. Привет, Скарлетт! Ты спишь голая, но я решил, что мы с тобой должны стать хорошими друзьями. Кстати, давайте проверим. Ты кто такой? Ты молодой. Но с ним же ничего не было, правильно? Он молодой. У них крепкая связь. Она его считает очень привлекательным. У них же нет любовных отношений, ребят. А ну-ка напомните мне в комментариях, у кого были отношения с Ричардом. Вот я не помню. Вот серьезно не помню. Так, хорошая моя, ты все еще спишь. У тебя досуг ниже некуда. Слушайте, давайте мы ее отправим, может быть, покататься. У нас что-то где-то было? Велоси-си-си-си. Велоси-си. Велоси-си. Может быть. Нет, это у нас все для детишек, для детишек. А может ты можешь... Да, бульбашки нам тоже не светят. Слушайте, давайте мы ее отправим наполнить этими шариками. И потом она может поиграть с Рики. Ну, Рики же у нас не просто так сюда в гости пришел. Да ладно, ребята, она почти выспалась. Почти. Я думаю, что она еще, может быть, часик-два поспит. И затем мы ее отправим делать, конечно, букетики. Потому что у нас тут такое происходит. Ооо, хорошая моя. Тебе нужно пойти покушать. Тебе нужно, во-первых, все-таки выбросить. Наконец-то Рики ушел от холодильника, поэтому ты можешь все повыбрасывать. Не трогай ничего, я тебя прошу. Рики, отойди от холодильника. Ребята, он точно караулит холодильник. Все, ты проснулась, Скарлетт, проснулась, ребят. Хорошо, давайте мы посмотрим, что не так с Лемом. Давай-ка ты его успокой. И что не так с Франклином? Он голодный. Мы сейчас попросим нашу Скарлетт, чтобы она уход за младенцем. Значит, что нам нужно сделать? Кормить. Давайте мы его покормим. И я думаю, что, ребят, уже 7 вечера. Может быть, мы, ну, как бы, тортик для Карлы приготовим. Мне кажется, что уже надо, как бы... Ооо, тут так грязно. Тут так грязно. Быстро почисти. Наверное, пойдем сейчас готовить тортик. Потом? А мы не сможем тортик. А нам не нужен тортик. Стоять! У нас есть еще один готовый тортик. Поэтому мы сейчас быстро сделаем Карлу старше. Открыть. И, по-моему, у меня есть готовый. Да, ребят. Хорошо, что мы с вами оставили вот этот тортик. Нужно добавить свечки. И мы сейчас всех сделаем старше. Потому что, вы видите, у нас такие проблемы с детишками. Это просто какой-то самый настоящий кошмар. Только сначала, наверное, с тортиком разберись. Потому что что-то мне подсказывает. Сейчас наверняка кто-то захочет укусить кусочек тортика. Все? Ты справилась? Так, мы с вами все это оставляем, оставляем, оставляем. Положи малыша. И добавь. Какие свадебные фигурки? Добрый вечер. Не надо нам никакие фигурки. Быстрее. Скарлетт, хорошая моя. Вижу меня, умничка. Ты справишься. Давай. Ребята, это самый настоящий хардкор. Это просто хардкорный хардкор. Хардкор, да, ведь хардкорный хардкор. Я уже не знаю, сколько раз я сказала слово хардкор. Но это просто какой-то кошмар. Может быть, со стороны кажется, что у нас как бы ничего не поменялось. Но, ребята, поверьте. Игра стала гораздо более сложной. Так, пойдем. Пойдем будем будить нашего Лема. И нам нужен уход. И нужно повзрослеть. Понимаете? Она сейчас опять, пока вот будет туда-сюда ходить, она сейчас опять устанет. И потом все. И потом все, и больше ничего не получится. В плане букетиков. Я слышу, что кто-то плачет. Или нет? Или да? Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, ребят, а Лем же... Малыш от призрака. Вы же помните? Лем взрослеет. Ну, мы с вами понятны где, что рандомом воспользуемся. Раз, и он у нас непоседливый. Непоседливый малыш. Привет, мой хорош. Привет, ребята. А, фух, я почему-то перепугалась, что у него глаза пришельца. Так, хорошо. Мы с вами это все сделали. Давайте мы, наверное, попросим сейчас, чтобы наша Скарлетт разбудила... А ты не можешь разбудить ее? Разбудить. И давайте мы, наверное, попросим... Блин, она опять хочет спать. А куда ты пошла? Зачем ты пошла купаться? Лилиан, и ты хочешь спать. Ладно. Аларик, только ты нам сможешь сейчас помочь. Я хочу попросить Аларика, чтобы он... Чтобы он, чтобы он, чтобы он... Чтобы он, чтобы он... А что он должен сделать, ребят? А он должен здесь, наверное, поубирать? Положить в багаж? Нет, давай-ка мы... Ты выбрасывать не хочешь, да? Ладно, я сама выброшу. Окей, раз ты такой лентяй. Мы с вами должны попросить... Что у нас тут происходит, ребята? Я смотрю, что Франклин хочет спать. А может быть мы... Ты чего кричишь? Не кричи, я тебя прошу. Скарлетт, помоги, пожалуйста, малышке задуть свечи. А он все еще охраняет холодильник, смотрите. А почему нельзя загадать желание? Подождите, так, а мы должны... А, мы должны помочь задуть. Я уже путаюсь. Карли, помоги, пожалуйста. Так, прекрасно. Наши девчонки должны уже ложиться отдыхать. А вот наша Ларик пойдет нам сейчас помогать, наверное... А ты можешь, кстати, кусочек тортика скушать. Да, хлебушек можешь тоже скушать, но тортик тебе тоже желательно попробовать, потому что, мне кажется, он скоро пропадет. Ну, ребят, сейчас мы с вами посмотрим, какой же будет у нас малышка Карла. Задуваем свечки. И прекрасно удалось с первого раза. По-моему, с хлебушком что-то не то. Спасибо, Рики, очень приятно, что ты решил спеть. Очень и очень приятно. Ребят, давайте мы, наверное, всех пригласим. Давайте мы, наверное, всех пригласим, потому что, блин, у нас все голодные. И желательно, конечно, чтобы все сейчас перекусили. Кстати, у нее моторика двоечка, поэтому я предлагаю навыки. Давайте, может быть, душа и тело или же творческий взгляд. А давайте душа пижамной вечеринки. Я думаю, что надо будет как-нибудь устроить пижамную вечеринку. И наш рандом говорит, что она будет инсейн. Ой-ой. Ребята. Ребята, она будет инсейн. Вы представляете? Ух ты, какая она у нас стеляшка, ребята. Вы понимаете, что у нас будут еще более и более интересные серии. Я просто поставила мод, который добавляет еще черты характера. И, как вы понимаете, игра станет еще более интересной. Так, мы должны ее затем отправить в туалет. И затем, наверное, попросим все-таки хоть какой-то сделать букетик. Ребят, нам нужно 22 тысячи создать композицию. Все. Мы хоть что-то можем сделать? Хоть что-нибудь. Желтые орхидеи. Ребят, ну, наверное, розовые. Наверное, придется делать розовые орхидеи, потому что у нас просто... Она решила пойти все-таки сделать орхидеи. Она решила, что кушать она не будет. Лучше она пойдет сделать быстренько эти орхидеи, чтобы мы смогли выставить букетик на продажу. Нет, ну, в принципе, молодец. В принципе, правильно делать, потому что нам нужен хоть какой-то свет у нас дома. Ребят, как думаете, за сколько мы с вами сможем продать вот этот букетик? Я надеюсь, хотя бы тысяч за 25. Давайте посмотрим, как дела у детишек. Франклин, как у тебя делишки? Ты хочешь спать. Как дела у Лема? Лем тоже хочет спать. А как дела у Карлы? Ну, Карлы соу-соу. Давайте мы ее отправим принять душ. И затем, наверное, попросим сделать ее домашнее задание. Как дела у Лилиан? Лилиан голодная. Кстати, тортик у нас пропал. То, что я вам и говорила. Давайте вот это все поубираем. И я бы хотела попросить ее, наверное, выбросить все-таки испорченную еду. И возьми, пожалуйста, остатки пищи. Как дела у Лорен? Лорен отдыхает. Фух. А Ларик? А Ларик решил... Ну, ладно, хорошо. Хай отдыхает, ребят. Мы не будем трогать Ларика. Мы не будем с вами трогать Ларика. А где покупатели? Эй, привет! Себастьян, подходи! Себастьян. Себастьян, мы можем тебе предложить супер букетик. На лане мы тебе тоже можем предложить супер букетик. Подходите, пожалуйста, сюда. Не стесняйтесь. Ой, ребят, тут к нам еще какой-то голый мужчина пришел. Привет, ты кто? Это Константин. Тебе тоже хочется букетик? Пожалуйста, подходи. Забирай букетик. Только, пожалуйста, не трогай пока малышей. Ой. Эйден? Привет, Эйден. А ты кто такой? Я тебя вижу первый раз, но я могу тебе предложить букет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они сюда подходили. Куда они поперлись? Ребята, куда они все пошли? Это что это у нас за прогулка? Это кто такая? Ребята? А что у нас происходит? А что это у нас тут за тусовка? Я что-то пропустила? Почему у нас так много персонажей? Ребята, что происходит? Ребята, откуда они все взялись? Не хлопай так дверями холодильника. Франклин хочет отметить день рождения. Кстати, а когда у Франклина день рождения? Сегодня у нас среда. И как раз у Франклина день рождения. Ребята, а что здесь за тусовка? Объясните мне, пожалуйста. Ребята, что это у нас тут происходит? Кэролайн Аллен и Себастьян. Так! Стоять! Стоять! Мне надо понять! Себастьян! Себастьян! Открыть профиль. А мы ничего не... Стоять! Ладно, мы сделаем иначе. Давайте мы перейдем вот сюда. Значит, где у нас Себастьян, 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 Себастьян? Вы видите Себастьяна? Я его не вижу. Это у нас кто? Кая, Элана, Джошуа, Бобби, Тедди. Ну а где же... А, вот Себастьян. А у него нет ни с кем отношений. Хорошо. Это у нас кто? Кэролайн. Значит, это у нас кто? Мелисса. Слушайте, а кто же тогда вот эта вот Кэролайн или как ее там зовут? Чья она дочь? Давайте по всем пробежимся. Стоять! Блин, я только что пропустила. У кого-то... У кого-то был ребенок из... Это кто? Фрэнк Ален. Ребят, я, видимо, действительно что-то пропустила. Кто же это такая? А ну-ка. Кэролайн. И, по-моему, она... Оборотенья. Куда они пропали? Ребята, что происходит? Что? Это же наша тумбочка. Ребята, почему у нас тут такая тусовка? Почему к нам столько персонажей пришло? Что происходит? Ребята, что здесь происходит? Я думаю, что все в шоке. Но у нас хоть кто-то что-то купит. Нам деньги нужны. У нас нет света. Докупите у нас что-нибудь, люди. К нам пришла Тереза. К нам пришел Леви. Леви фиг знает, как его зовут. Почему у нас тут опять грязно? Слушайте, а шо рыбыть? У нас никто ничего не покупает. Давайте заново начнем. Да, мы сейчас завершим. Потом мы вот это вот все поубираем. Давайте еще раз. Может быть, у нас она глюкнула? Люди, подходите, пожалуйста. Мне нужно срочно продать букет. Сейчас Скарлетт отрубится. Ребята, она сейчас отрубится. Подойдите, купите у нас букетик. Хоть кто-нибудь. Слушайте, я таких еще тусовок не видела. Вот серьезно. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. О, Эйден решил поболтать с Рикки. Может быть, они знакомы. Может быть, это Рикки устроил? Слушайте, так может, это Рикки устроил у нас тусовку, а мы что-то пропустили? Он решил гостей пригласить. Да, серьезно? Ребят, мы не сможем сейчас ничего продать. Мы ничего не сможем сейчас продать. Я надеюсь, что у нас сейчас ничего не украдут. Я так вот посматриваю, конечно. Но меня смущает, что у нас тут так много странных гостей. Почему они у нас дома? Что они тут делают? Вы понимаете, я еще столько много народу у нас дома не видела. Класс, к нам еще пришла в гости Лилит. Новый день начинается с новых предложений. Артем Бартлер хочет сделать следующий шаг в отношениях. Согласится ли, Скарлетт? Ни за что. Нет. Мы сейчас идем продавать вот тот букетик, потому что наша Скарлетт очень сильно устала. Она хочет сейчас быстро продать букетик и оплатить, считай, никакие нас Артемы сейчас не интересуют. Положи, пожалуйста, малыша в кроватку. Рикки, между прочим, помогает сейчас нашей Скарлетт, поэтому быстро, быстро поешь, потом быстро сходи в туалет. У нас опять протекает кран. Не трогай, малыша. Лео звонит поболтать. Нет, мы сейчас не можем болтать. Мы должны быстро продать букетик. Съела? Давай, в туалет отправляйся. Я тебя прошу, кто нам уже названивает? Победа! Лорен выиграла приз от школы. Вручить его перед всем классом? Конечно, перед классом. Пойди, пожалуйста, продай букет. Иди сюда. Не надо играть под дождем. Ребята, по-моему, у меня сегодня будут просто психи под конец этой серии. Просто самые настоящие психи. Выходи. Выходи и все, продай. Артем, ты можешь идти. Видимо, он решил в гостях задержаться. Ну, ладно, может быть, ты мне поможешь с уборкой или еще с чем-нибудь. Посмотри, пожалуйста, свой багаж. Выставляй, пожалуйста. Ээээ, где? Где? А где букетик? Где букетик? Ребята? А где букетик? А фух, вот он. Я уже перепугалась, что мы его куда-то дели. Выложи на стол. И давай занимайся продажами. Она опять устала, вы понимаете? Она опять хочет спать. Я надеюсь, что к нам сейчас целая тусовка не придет. Я очень на это надеюсь, потому что если к нам сейчас опять придут 33 гостя, то это будет просто самая настоящая катастрофа. Люди, подходите, покупайте у нас букетики. У нас, правда, пока что один в продаже. О! Подходи. Давай мы тебе сейчас все прорекламируем. Нам нужно 20... Сколько там? 22 тысячи. Ну, я рассчитываю действительно на 25. Пожалуйста. В смысле тебе пора? А ты букет не купил, куда тебе пора не уходи. Луна, купи ты, пожалуйста. Ты у нас девочка, которая любит цветочки. Купи. Я тебя прошу. Я стою под дождем. Я жду, когда у меня купят букетик. Вот ты, например, Джек Миллер. Тебе точно нужен букет. Мне счета оплатить надо. Купите букетик. Ребят. По-моему, они пришли просто тут постоять, оторвенькать и уйти. Купи букет. 24 тысячи. Есть! Ребята, наконец-то. Наконец-то мы можем счета оплатить. Это, конечно, не 25, но 24 тоже ничего. Так, все. До побачени, евромачени. У меня дела. Я иду счета оплачивать. Ребята, мы это сделали. Наконец-то. Наконец-то мы с вами все оплатили. Наша Скарлетт просто умничка. Давайте посмотрим. Значит, кстати, у нее второй триместр через 42 минуты. А еще очень скоро мы будем отмечать день рождения Франклина. Но я думаю, что это мы с вами сделаем уже в следующей серии. Ребят, у нас что, не серия? Какой-то дурдом самый настоящий. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте поддерживать нашу Скарлетт лайком. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»